Доброе утро! Как это вы думаете? В таком шуме можно снимать? Треть Треть Атас Встаем Треть Друзья, привет! Мое пробуждение вы уже видели. Сейчас хочу показать покупки из аптека.рум. Что-то я зачистила туда, но тут была вынужденная покупка, поскольку мой терапевт мне выписал аппликатор Кузнецова. Или массажер Кузнецова. Ну, в общем, я погуглила. Советую вам тоже погуглить. Вы знаете, для себя много нового откроете. Я всегда думала... Ну, помните, такая... Вот у меня тут сайт, я вам чуть попозже его покажу. Я всегда думала, что этот массажер, аппликатор, он принадлежит, что ли, то есть права на него принадлежат. Знаете, есть такой сайт, и, не знаю, марка торговая, по-моему, Прономат, как это так называется. Но, на самом деле, это просто раскрученный бренд, который реализует такие массажные коврики. Но, я погуглила, на самом деле. Еще есть такие же... Вот, буквально, я искала этот коврик, искала про него информацию, и у меня выскочило, что можно купить такой коврик у Фаберлик. И он там стоит раз в десять дешевле, чем Прономат. Вот, но что отличает все эти коврики от того, которые заказала я? А вы узнаете чуть попозже. А сначала мы с вами посмотрим, что я купила, кроме этого массажного коврика. И еще хочу показать, опять очень много масок будет, и еще несколько масок, которые я купила у нас рядом с домом в хозяйственном. Вот такую масочку я уже приобретала. Маска для ног отшелушивающих. Я на нее делала отзыв. Она мне не понравилась. Но я взяла ее еще раз. Потому что, в принципе, я поняла, что надо делать именно зимой и именно с какой-то периодичностью. Там либо через месяц, либо через два месяца. Вот. Поэтому, ну, сделаю. Посмотрим. В прошлый раз мне не понравилось, потому что особого эффекта я не увидела. Как бы она отшелушивает. То есть у вас, скажем так, как, ну, знаете, как вот, когда вы лук чистите, да, вот каждый слой кожи лука, он сходит, когда вы его очищаете, да, там, пленочком. Вот таким же макаром сходит у вас кожа с ног. Но почему мне не понравилось, результата я не увидела. То есть здесь обещали, что, извиняюсь за шум, это продолжается уже две недели. Вот, в общем, не понравилось чем, что, обещали, у вас сойдет кожа и ножки будут как попка младенца. Ничего подобного. Мне не понравился результат. По сути, ничего не произошло. Но я думаю, если сделать две-три маски за зиму, то будет результат. Вот. Так что была только одна в наличии. Я взяла, если появится еще, возьму еще одну. Как раз у нас сейчас февраль и можно еще в марте сделать. Все-таки эта маска подходит на тот период, когда вы еще не оголяете ножки, да, я имею ввиду летом, не станешь делать такую маску, потому что никому не хочется показывать на все обозрение, как у тебя облезает кожа. Вот. И, в общем, появились еще две маски. Такие не встречала ранее. Монтс тоже от этой же фирмы. Монтсап. Вот такие вот для ног и для рук. Я уже маски-перчатки пробовала, но тоже у меня была отшелушивающая маска-перчатка для рук. Мне она не понравилась. Во-первых, ничего не отшелушивалось, вообще никакой реакции не произошло. Единственное, что произошло, я человек, у меня кожа смуглая, в зимний период она очень бледно-смуглая, в летний период более интенсивно, соответственно, еще от солнца загарно наслаивается. Вот. Так вот, в зимний период, даже несмотря на то, что она бледно-смуглая, ну, такой лайтовый вариант, все-таки есть такой кремовый оттенок у нее. И когда я на руки нанесла эту маску, она в перчатках, нужно было сидеть где-то 15-20 минут и потом их снять, и типа суперрезультат. Когда я их сняла, я обнаружила, что руки у меня белые, просто белые, они очень сильно контрастировали со всем остальным телом, и это было очень, как будто бы я, не знаю, солью их натерла, и они просто побелели. В общем, очень неприятный какой-то результат, и больше таким, наверное, пользоваться не буду, а вот питательной маской попробую. Несмотря на то, что у меня есть комплекс ухода за рук от Аравии, я все-таки маски не исключаю, иногда можно поделать для разнообразия. Почему нет? Особенно сейчас, когда зима, когда кожа очень сильно сохнет. Вот, и также у нас в хозяйственном появилась вот такая вот косметическая маска для области вокруг глаз. Так, сейчас. Тут наклейка, чтобы название вам было видно. Викота, не знаю, или Викола. Вот такая вот. Здесь получается на одно применение. Да, и она тканевая. Вскрыть пакет, развернуть маску, наложить на очищенную кожу век, аккуратно разгладив до полного прилегания. Оставить на 15 минут, затем снять остатки, смыть теплой водой. Подряд нельзя применять, то есть тут написано противопоказано, повторное применение. Курс 14 дней ежедневно, затем 2-3 раза в неделю для поддержания эффекта. Применять вечером перед сном. Рекомендуется также накладывать маску утром для снижения отечности и усталости кожи вокруг глаз. Ну, возможно, это альтернатива для вот этих вот, как их, патчи. Вот, ну, попробуем как-нибудь с вами. Вот тут нарисовано, как они выглядят. Посмотрим. Будет у меня время, чтобы с вами вместе протестировать и посмотрим, что это такое. Вот, теперь хочу перейти к заказу с аптекару, а потом уже покажу вам аппликатор. Так, давайте вскрывать. Мне очень нравится, в принципе, заказывать через аптекару, потому что всегда заказ приходит упакованным, его точно никто не вскрывал. И, ну, как-то все четко. Во-первых, у них всегда скидки бывают, и ты четко знаешь, что ты выбрал, что тебе придет. Не может такого случиться, что ты заказал, а тебе не прислали, или прислали что-то взамен. Такого быть не может. Так, взяла несколько алтайских бальзамов. Так, один из них помялся. Значит, алтайский силигор, безалкогольный бальзам для памяти. Изготовлен на основе трав, плодов и кореньев, собирается на территориях природных заповедников Горного Алтая. Вот так выглядит коробочка. Она запечатана, видите, в пленке. Здесь состав, состав, состав. Шалфей, гинко, мята, клевер, имбирь, кедровый орех, девисил, радиола розовая, черника и лимонная кислота. Ну, также немножко сахара и вода. Соответственно. Вот такой. И объем здесь 200 миллилитров. Так. Второй бальзамчик помялся. Коробочка вскрылась. Причем даже тут как-то получилось, что ее вообще оторвали. Или отрезали. Ну, может быть, у них не было тары, не знаю. Но самое главное, сама эта штучка пришла. Раз открыто, давайте покажу. Вот так выглядит бутылка пластиковая. Да, это сироп из облепихи. И у нас, значит, здесь 250 миллилитров. Это как витамин, биологически активная добавка. Мы, в принципе, сиропы любим. У нас всегда есть сироп из шиповника, тархуновый сироп, ну, яблочный, что-то такое. В общем, много всегда разных сиропов. Они продаются и в обычном магазине. Так, и здесь у нас 58 миллиграмм витамина С и 18 миллиграмм полифенольных соединений. Не буду уточнять, что это, погуглите, кому интересно. Состав. Водный экстракт из плодов облепихи, крушиновидный, сахар, лимонная кислота, консервант есть. Ну, это потому, что пластиковая упаковка, поэтому консервант. Я заметила этот факт давно уже. Так, сантановая камедь и аскорбиновая кислота. Вот. Я облепиху люблю, так что, в принципе, добавлять в чай, ну, куда-то, просто напиток какой-то делать, ну, воду, например, немножко сиропа, несколько ягодок. Туда у меня есть домашнее варенье из облепихи. Простой такой домашний напиток. Здесь, видимо, не было упаковки, поэтому они просто в пакет завернули. Так, сейчас покажу. Это у нас должен быть черничный сироп. Здесь уже идет стеклянная бутылочка. Так выглядит. Вот так вот. Значит, натуральный продукт. Цальсиропов. Изготовитель, да, цальсиропов. Реализуется исключительно через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой сети, посвященные именно вот такой натуральной продукции. Так, и состав. Вода, экстракт черники, эскорбиновая кислота, витамин С, сахар, консервант, почему-то есть, хотя бутылка стеклянная, и лимонная кислота. Вот. Ну, возможно, черника не подлежит такому длительному хранению, поэтому консервант используется, чтобы она не закисла. Вот. Ну, в общем-то, здесь я вам не сказала, производитель Гринсайт, Алтайский край. Вот. А тут Алтайский край. Так. И еще, конечно же, как же я могла пройти мимо, пока идут шикарные акции. Как вы думаете, пополнение коллекции масок? Иначе просто и быть не может. В общем, у них там прям какие-то жуткие акции, жуткие скидки именно на корейские маски. И что-то сейчас прям поперла корейская тема. И, в общем, я решила тоже заказать. Значит, у меня тут ультра увлажняющая маска с маслом оливы. Вот. Скинлайт. Вот такая вот. Ультра увлажнение. Так. Потом какая-то новая фирма Дива. Называется маска для лица увлажнением. Вот такая вот. Будем пробовать. Так. Тоже от Скинлайт. Маска для лица с восточными травами интенсивное увлажнение. Вот такая вот. Так. Здесь какая-то двойная маска. Она стоила довольно-таки дорого, но была на нее почти 50-процентная скидка. Шерри Визаж ультра увлажнение. Ампульная маска. Вот такая вот. Тоже будем с вами пробовать. Тоже от Шерри. Черная маска. Пузырьковая. Это у нас кислородная. Так. У меня должно быть их две. кислородная для кислородная маска двойного действия. Вот такая вот. И тоже кислородная маска увлажняющая. Тоже для двойного действия. Вот такая вот. Так. Потом у нас идет тоже Дива. Маска для лица с лифтингом. Такая. Первый раз такие фирмы я вижу. Скинлайт. Маска для лица подтягивающая с коллагеном и экстрактом зеленого чая. А вот. Хочу отметить, что производство у них у всех восемнадцатый год. Конец восемнадцатого года. Ну, в большинстве своем. Либо начало девятнадцатого года. И годный срок годности у них два-три года. Поэтому как бы запас он ляжку не жжет. Так. Еще у меня вот такая вот от Скинлайт маска-пленка для глубокого очищения с огурцом. Она двухфазная, потому что здесь два отделения. Видимо, это на два применения. Кстати, удобно. Тут вот написано. Два применения. Получается два отделения по 7 миллилитров. Всего 14. Вот здесь идите разрезать. Получается здесь одна часть и здесь вторая. Как раз на два раза хватит. Я не знала, что тут две. Я думала, может быть, две штуки взять. Вот. А тут оказывается на два применения очень удобно. как раз попробовать, если понравилось. Вы знаете, что я все по две штуки беру. Но тут как-то и так много получилось, поэтому решила взять так. Сейчас тайский секрет. Маска для лица с бамбуком вот такая вот. И еще не пойму, почему-то сюда пришпилина какая-то информация. золотая пудра Танако тоже от Азия Спа. Я уже давно с этой маркой знакома. Тоже первую маску покупала в аптеке.ру. Вот. Осталась вполне довольной. А теперь давайте перейдем к аппликатору и расскажу о нем поподробнее. Итак, друзья, когда я уже почти все сняла, они у них там минутка тишины. В общем, хочу показать вам. Значит, этот аппликатор мне выписал терапевт. Он его назвал как аппликатор Кузнецова. Я погуглила, нашла его на аптеке.ру. на аптеке.ру он стоит где-то в районе полутора тысяч. На него была небольшая скидка. Вот. И хочу отметить, что, например, может быть, кто знает, да, может мне сказать, а почему-то не купила его, допустим, у тех же Фаберлихов, потому что у них тоже сейчас суперакция. Я думала об этом. Но этот лучше. у них, понимаете, у Фаберлих у них сейчас такая фишка, тоже все рекламируют, заходите, регистрируйтесь. Я там никогда не регистрировалась, никогда ничего не покупала. Я чисто по Алифлейму. Но как-то вот я все думала регистрироваться, не регистрироваться, надо ли оно мне. Потом очень много негативных отзывов. Но у них сейчас такая фишка, они заманивают к себе покупателей, новых потребителей. Значит, регистрируешься, если ты впервые у них на сайте регистрируешься, получаешь сразу тысячу рублей. Вот. И ты можешь эти тысячи рублей потратить сразу на покупку от двух тысяч. И я подумала, если у них этот аппликатор, ну, не аппликатор, он называется у них массажный коврик, если я этот массажный коврик куплю, он там, по-моему, 1300 с чем, 1400, и еще что-нибудь закажу, там какую-нибудь супер-пупер вещь, вот у Юли домик в селе, она брала там вот эту супер-тряпку, которая какая-то супер-пупер. В общем, я думаю, может быть, тоже такую тряпку взять, потому что тряпки, они никогда не бывают лишними, особенно, когда они многофункциональные и долговечные, вот, и думаю, ну, как раз я половину покупки могу оплатить этой тысячей, вот, но дело не в тряпке совсем, совсем не в тряпке, я все-таки покупала именно аппликатор этот, и цель была аппликатор, и чем вот именно этот лучше, чем тот же прономат, или то, что продают в Аберлик, вы сейчас сами увидите. Во-первых, это медицинское изделие, это не массажный коврик, это именно аппликатор медицинского назначения, и я покажу коробку, на ней очень много информации, так что вы можете остановить, ознакомиться, почитать, я не буду на этом заострять внимание, и мы с вами вместе его сейчас распакуем. вот так выглядит коробка, обратите внимание на название, и вот здесь есть окошко прозрачное, в котором виден сам аппликатор. Хочу отметить, что здесь вот эти пластиковые звездочки, внутри которых расположены магниты, например, в массажных ковриках, которые продают Фаберлик, или те же Прономат, вы магнитов не найдете нигде. Также хочу отметить, что поверхность самого коврика это стопроцентный лен, вот здесь это отмечено, лен и хлопок, то есть в производстве этого коврика использовались исключительно натуральные ткани, в то время как, если вы посмотрите состав ковриков Фаберлик, или того же Прономат, вы там льна точно не найдете, там может быть хлопок, но льна там нету. И я покажу разные стороны, у меня вот такой вот, но существуют еще другие виды разных цветов. Также есть информация вот здесь, вот то, как коврик можно использовать. Мне нравится, что это не схематичная картинка, а именно фотография. То есть вы можете положить под шею и плечи, под всю спину полностью, попой на него сесть, животом, ногами. на самом деле это еще не все. Он просто многофункциональный, очень интересный коврик. И сейчас еще вот такая вот обратная сторона. Здесь очень много информации. Я приближу, вы можете остановить и почитать более подробно. здесь есть также отзывы пользователей этого коврика. То, как он им понравился, не понравился, как они им пользуются. Здесь есть схема, как располагать коврик, какие зоны, описание этих зон. Как он воздействует на конкретно на каждую зону. Вот. В общем-то очень много информации. И вот здесь еще отзывы потребителей. Можете поставить на паузу, почитать, если интересно. Вот. я покажу вам вот здесь еще информация, что изготовлен он в апреле семнадцатого года. И вот здесь вот адрес производства и условия хранения. Коврик этот настоящий. Это медицинское изделие. И почему я говорила аппликатор Кузнецова, его назвал мой терапевт. И почему я так его гуглила? Я так поняла, что саму идею разработал вот этот вот, не знаю, как его, профессор, ученый Кузнецов. И поэтому в честь него назвали этот аппликатор. Вот. То, что, как мне кажется, то, что продается Фаберлик и прономат это, к сожалению, грубая подделка либо аналог, который в случае с Фаберлик просто их продукцией является. А в случае с прономат широко раскрученный бренд. не знаю, дает ли он такую же пользу, но этот данный аппликатор является медицинским изделием. А коврик от прономат это просто коврик от прономат массажный. Вот и все. И давайте его вместе распакуем. Я еще не смотрела, но судя по картинке, он очень даже очень удобная коробка, кстати говоря. Он просто фантастический. Это вообще это какое-то не знаю как назвать это таинство. Он небольшой. Ну как он большой и в то же время небольшой. Он такой приятный. Мне кажется, это будет круто. В общем, вот такой у меня коврик. Мне очень нравится. Получается основа у него именно лен. То есть вот эта внешняя ткань, на которую нанесены эти звездочки. В центре каждой звездочки магнит. Вот. Здесь есть этикетка. вот так это все звучит. Вот. И вот здесь сзади написано лен 57% и хлопок 43%. Сделано в России. Вот. Что можно стирать в дазике при 30 градусах и еще какие-то гладить нельзя и химию использовать нельзя. вот стирать вручную. Внутри скорее всего поролон. Но тут есть молния, что очень здорово. Давайте посмотрим, что внутри. Да, там поролон. Вот такой вот темный. Довольно таки толстый. Получается около полутора сантиметров. И все, здесь больше ничего нет, никакой подкладки. Все очень аккуратненько. И коврик достаточно большой, то есть вполне удобно будет для любой области. И лечь, и в общем все, что угодно. Очень классно смотрится. И учитывая, что у них есть разные цвета, и синий, и зеленый. И они предназначены для разных зон воздействия. есть там вы видели на боковом торце коробки есть информация по поводу разных цветов. И также здесь коробки есть вот такая инструкция. Тоже здесь есть отзывы. Можете остановить, почитать, кому интересно. Вот это переработанное третье издание с дополнениями. да, все-таки с учетом потребителей вот здесь описывается все вся информация по патенту, кому эта идея принадлежит. И дальше уже из чего состоит этот коврик, да, как он воздействует. Вот здесь и показано, что есть разные формы, есть подушечки, валики, большие коврики массажные. В общем, очень интересно. Розочки есть разных форматов, есть вот прям розочки с тупыми концами, с острыми концами. То, как они воздействуют на поверхность тела. В общем, здесь очень много информации и есть также и примеры, как пользоваться ковриком. Есть описывается, каким образом коврик влияет на внутренние органы. Также, что именно, какое именно воздействие, для чего это воздействие происходит. Ну, например, сосудорасширяющее действие, при бессоннице, для снижения метеозависимости, ну, даже при лечении целлюлита, кстати говоря. Так что, девчонки, присмотритесь. Так, вот, при полоскостопии. В общем, очень интересная такая информативная брошюрка. Обязательно ее почитаю. Все прям мне очень интересно. И здесь есть семь важных преимуществ. Я зачитывать не буду, вам покажу. Вы можете поставить на паузу и ознакомиться. Вот. И, в общем, мне кажется, что эта штука гораздо круче, чем то, что продается в Прономат и Фаберлик. И это действительно запатентованная медицинского назначения вещь, у которой есть все документы на то, чтобы она была медицинской, а не просто какой-то коврик. Ну, в общем, мы меня поняли. Нераскрученный бренд. Поэтому я очень рада, что я приобрела именно этот и за ту стоимость, за которую он шел на сайте аптека.ру, а не за огромные деньги. Если вы знаете, что такое Прономат, то вы меня поймете. Так что буду пользоваться, впечатления свои расскажу. Может быть, даже будет отдельное видео, потому что сейчас у меня все крутится вокруг темы больной спины, и может быть, это будет тоже кому-то интересно и полезно, как можно с этим жить, и как можно наверное улучшить свою жизнь в связи в связи с травмой спины. Если интересно, пишите в комментариях, будем ориентировать именно на это влоги. Влоги, какие-то обзоры, наверное. Пока что вот так. Если блок получится длинным, то наверное пусть будет длинный. Обзорчик мне понравился, я так хочу его попробовать скорее. А, еще хотела вам сказать, что терапевт мне дал вот такую вот листовочку. Это упражнение, комплекс упражнений при остеохондрозе позвоночника, то есть у меня именно остеохондроз. И здесь как бы упражнение имеется в виду лечебная физкультура именно для людей с болезнью позвоночника и с лишним весом. То есть когда у тебя как бы два в одном, если вес достаточно большой и у тебя такая же проблема, как у меня, то интенсивные тренировки не подходят. сначала нужно начинать вот именно с такого комплекса. Вот. Он здесь двух сторон. Вот. И так как у меня сейчас очень сильные боли в поясничном отделе, мне сказали пока что поделать вот эти упражнения на растяжку. Вот. И когда я перестану чувствовать боль, ну помимо упражнений у меня еще выписали целую кучу лекарств, вот я все это принимаю, и он сказал, когда перестанете чувствовать боль при упражнениях на растяжку, вы можете приступать к следующим упражнениям, ко всем остальным, которые здесь есть для укрепления мышц живота, спины, шеи и плечевого пояса. Вот. И потом уже, то есть он сказал, что ну где-то минимум год наверное это нужно делать, по-моему здесь идет каждый день по 20 минут, по-моему он так мне сказал, ну или стараться может быть через день вот и на коврике лежать и через год можно уже смотреть дальше. Ну и соответственно питание, питание надо изменить. Вот. Он так смешно сказал, вроде как не оскорбил, но в то же время тонко намекнул. не не знаю рассказать этот прикол или нет потом в следующем влоге. Если интересно как меня не оскорбил терапевт, пишите в комментариях, расскажу в следующем влоге, а то наверное очень длинный получится. Все, всех целую, спасибо за просмотр, что были со мной, спасибо, что подписываетесь, новенькие подписчики, я вам очень рада, благодарна и добро пожаловать ко мне. Вот. И ставим пальчики вверх, увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...